На улицах охваченного беспорядками Гонконга появилась свастика. Сюда приехали украинские неонацисты. За плечами каждого из них участие в карательных операциях на Донбассе. Цель визита они не скрывают и открыто признаются, что помогают устроить китайский Майдан, делясь своим бесценным опытом. О том, кто оплатил боевикам перелёт из Киева в Гонконг, в репортаже нашего собственного корреспондента в Китае Александра Балицкого. Инспектор Гонор ведёт расследование. Характерный украинский АГ и стилизованный подтрезубец, сжатые в кулаках ножи на чёрных футболках, в толпе протестующих Гонконга не остались незамеченными. Воевавшие в батальоне АЗОВ украинские неонацисты, хоть и называют себя туристами, но общего с туристами. Разве что страсть к селфи. Фото на фоне разгромленного здания политеха. Радикалы удерживали его больше недели. Полиция до сих пор разбирает арсенал бутылок с зажигательной смесью. А это соседние улочки на Ацим Шацуй. Главарь украинских ультраправых Сергей Филимонов не скрывает восторга. Гонконг встретил нас как родственников. Вместе с Филимоновым, ветеран АЗОВа Маляр и участвовавший в расправе над противниками Майдана в Одесском доме профсоюзов, главарь правого сектора Одессы Стерненко старательно фиксирует всё, что видят вокруг. Сказыряя липовым журналистским удостоверением, такими фальшивками в Гонконге часто и прикрываются погромщики, зная, что местная полиция не задержит. Почти на всех снимках они прячут лица под масками. Но смысл с такими-то запоминающимися татуировками? Даже местных радикалов и тех насторожила нацистская свастика. Да так что соцсети захлебнулись. Выяснили и про участие в боях на Донбассе, и про расправы в Киеве. Администраторам сетевого гонконгского протеста пришлось срочно вывешивать успокоительный пост. Почти шесть лет назад они были связаны с группой Азов. Тем не менее, с 2015 года являются простыми активистами. В настоящее время борются с жестокостью полиции на Украине. Об украинских методичках, которые уже используют протестующие в Гонконге, местные полицейские нам и сами рассказывали. Когда я сначала увидел это, подумал, да ладно, полиция на коленях. Они распространяют снимки, как заставили у себя на Майдане встать полицейских на колени и просить у погромщиков прощения. И говорят, что полицейские в Гонконге должны сделать то же самое, чтобы мы чувствовали себя виноватыми перед протестующими, чтобы мы были унижены. Фильмы об украинском Майдане в Гонконге с августа крутили в организациях, что называют себя правозащитными, и просто на уличных экранах, как учебное пособие. Многие потом даже рыдали. Вот и этот ваяж украинских неонацистов, по данным гонконгских блогеров, не что иное, как обмен опытом. Гонорар 200 долларов в сутки. Вопрос, кто оплачивает им перелёты проживания, риторический. Похоже, что стадия США на протесты свозит боевиков со всей страны пройдена. Теперь везут со всего мира. Революция на экспорт. Лекции по организации погромов, с учётом уже гонконгского опыта, через неделю ненацисты прочтут и в Киеве. Приглашения рассылают в социальных сетях. Александр Балицкий и Инна Кошкина, Пекинское бюро вестей.